Здравствуйте, дорогие друзья! На этой неделе Тора нам сообщает, что Ицхак был сыном Авраама. Тора нам говорит, вот родословие, вот потомки Авраама. Авраам родил Ицхака. Позвольте, мы уже знаем, что Авраам, отец Ицхака, столько раз было сказано, что Всевышний чудесным образом пожилому Аврааму, пожилой Саре, послал долгожданного сына. Рождается Ицхак, наконец-то в доме такая радость. Зачем же нам Тора снова говорит, вы знаете, Авраам, отец Ицхака? Говорят комментаторы, что Тора вынуждена нам это сообщать и подчеркивать снова и снова, потому что были люди, которые говорили, вы знаете, ну Авраам старик, ну какой Авраам, отец Ицхаку? Скорее всего, когда Сару похищал фараон, когда Сару похищали еще там правители разных государств, скорее всего, именно тогда, не дай бог, тогда забеременела Сара и Авраам не является отцом Ицхака. Говорили эти люди, чтобы испортить праздник в доме Авраама. У Авраама такое счастье. Наконец-то сбывается пророчество, что Авраам рождается сын Ицхак. Но люди не хотели, чтобы Авраам был сто процентов счастлив. Они пускали сплетни, что Авраам не является папой Ицхака. Поэтому Всевышний пишет в Торе еще раз и еще раз. Не слушайте вот этих негодяев. Авраам, отец Ицхака. Мало того, что Тора это подчеркивает лишний раз, чтобы ни у кого не было сомнений, а Всевышний делает чудо. Ицхак, он полностью похож на своего отца Авраама. Мы знаем, что Лот был похож на Авраама. Мы знаем, что Элиезер, Эвет Авраам был похож на Авраама. Но здесь максимальное стопроцентное сходство между Ицхаком и Авраамом. Когда они шли по улице, никто не мог сказать, а кто папа, кто сын. Они полностью были похожи, как два одинаковых человека. Чтобы никто не смел говорить, что Ицхак, не дай бог, не сын Авраама. И мы знаем, что Авраам очень-очень переживал. Очень переживал из-за этих сплетен. Авраам знал, что он представитель Бога в этом мире. А про его семью такие гадости ужасные говорят. И это позорит имя Бога. И он очень переживал. Также комментаторы говорят нам о очень драматическом диалоге. Просто если бы это было не написано, такое даже себе представить нельзя было. Что когда Авраам ввел Ицхака на жертвоприношение на гору Мурия, Ицхак ему сказал, «Слушай, папа, скажи мне честно, ты меня сейчас хочешь убить, потому что Бог это говорит, или потому что ты веришь сплетням, и я не твой сын?» Тяжелейший, очень эмоциональный разговор между Ицхаком и Авраамом. Говорит ему Ицхак, ты меня убить хочешь почему? Из-за сплетен, или потому что Бог сказал? И гарантирует ему, и клянется Авраам папе и сыну, «Я твой отец, я твой отец Ицхак, сыночек, я не верю этим сплетням, но Бог сказал тебя вот привезти на гору, я делаю то, что говорит Бог, и ты доверься мне». И Ицхак ему доверяет. И мы видим, насколько было тяжелое испытание для Ицхака и Авраама, потому что вот из-за этих сплетен даже уровень сложности жертвоприношения Ицхака вырос во много раз. И Всевышний делает чудо, Авраам, Ицхак, смотрите, вы похожи как две капли воды. Не обращайте внимания на этих сплетников. Ты сын Авраама, Ицхак, и ты похож на него на сто процентов. Тора говорит, Авраам родил Ицхака, Ицхак сын Авраама. Чтобы никто не смел говорить гадости про великую семью Авраама. А рекомендация этим сплетникам, которые всегда ищут, чтобы сказать, а что там у этих, а что там у тех, Авраам, Осара, она же пожилая. Сплетники всегда ищут. Дайте им только повод говорить сплетни. К сожалению, и в наше время есть очень много сплетников. Мой им совет. Вместо того, чтобы говорить сплетни, лучше молитесь Богу. Написано в нашей главе, что Ривка и Ицхак не могли родить детей, они молились Всевышнему, и Всевышний снова делает открытое чудо, и рождается Яаков и Эсав. У абсолютно бесплодных людей, которые не могли родить детей, снова рождаются дети, снова Всевышний показывает силу молитвы. И сплетники, которые хотят, лишь бы что-то поговорить, бездельники, лучше идите молиться, улучшайте наш мир, молитесь о себе, молитесь о больных, молитесь о бедных, и Всевышний слышит все молитвы. Спасибо огромное, дорогие друзья. В этой недельной главе мы изучаем о силе молитвы. Молитва меняет любую вещь, отменяет самые тяжелые приговоры и приносит в мир удачу, счастье и исцеление. Спасибо большое. Спасибо большое.